Короче, ребятки, привет, Валя. Мы будем тебя сегодня смотреть и поздравлять. Я вообще хочу заранее сказать, что ты молодца. Клёвый сезон. Ну вот так вот. Это игра за выживание. По сути своей. Тимона устраивает победа или ничья. Финдер Госту надо только выигрывать. То есть это за то, кто останется в среднем. Кто покакать в среднем, в общем говоря. Так что игра действительно важная. С вполне очевидным... Как это правильнее сказать-то? С вполне очевидным турнирным значением. Полуфинал Валентин Энфи? Да. А вот второй полуфинал станет ясен завтра. Когда Диамет... Ой, Диамет. Когда Артхости и Пупа скрестят к ловсу и струю друг на друга. Посмотрим. Очень многое жду от этого матча. Гришноватая НИПО. С другой стороны есть взятка. Но я бы тогда на лосе бил бы с ПВОшкой. Не подбор, но там много гулей. Еще часть пути закрыта войтом. Так что... Очень клевый крысюк. Крысюк прям потрясающий. Ну, я не то чтобы болею за то, чтобы убили Арт Кости или Пупка. Интересно, будет ли шанс у чемпиона попытаться опять сохранить свой титул. Вот это вот и все. Какой мерзкий крысуч. Да, ну вообще гейстер какой-то. Не знаю, шестая гила... Что вот это вот все. Ну и вообще таких крыс надо убивать. Да, не повезло Тимону с подбором. Не повезло с тем, что оппонента есть супер мерзкая дрянь. Трудно. Покемоны вообще симпатичная команда. Только новый вайд и нету блоков на... Эх... На мумиях. Но гульки клевые. Чувствую, такими темпами сейчас может и дамага дойти. Пендальф, жахни. Жахни, Пендальф. А, ну да, да, ладно, да. Есть еще шанс, что в плей-офф выйдет Кощей. Ну, я по некоторым причинам не рассматриваю этот шанс как реальный. Но если вдруг выйдет Кощей, то, как ни странно, как ни странно, я бы назвал бы это самым приятным разворотом ситуации. Неплохой маг. Так, неплохой маг. Лучше бы, конечно, еще и шестиагильную крысу хотя бы повалить. Но так в борьбу можно побахаться. Да что тут за гули? А тут две гордовых гули. Силовой безумец, которому осталось добыть только Джагу. Мрази, короче. Хорошие гули. Как пела Анжела Лондон. Гуль, 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 гуль. Что-то там за игуль. Вот так вот. Скатер хороший. Кстати, надо подбирать. Надо прям реально прыгать и подбирать. Притом, кстати, делать это силой. Да. И только я бы сначала... Ну, 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 что-то надо подбирать было. Лол, кек или чебурек. Типа шестиагильный подобрать этот мячик, как сходить посрать. Зря подбор был более разумным делом. Ну, о чем я и говорил. Очень сильно повезло. Это дико зафартило. Еды по факту проиграли момент, но игра сказала... Не. Пошел к черту. Страдай. Грустно. Ну, а с другой стороны, это в какой-то степени справедливо, после того, как крысики вот этой своей шестиагильным вареником прошлись там везде. В какой-то... В какой-то степени они это заслужили. Вообще, сейчас, конечно, будет так... Вот аптека, понятно, правильно сделана. Но сейчас уже наступает относительно опасный момент. Потому что кое-кто, кое-кого будет бить по морде. Сейчас наступает момент, при котором деды хорошо смотрятся. То есть, момент множественного ударения в лицо и фолов. Надо только забить при этом. И тогда все будет хорошо. Да, без игилы, конечно... То есть, нету биг-хендов. Подбор уже очень сложный. Агила вылетела. Тут тяжело. Я, конечно, все понимаю. Но, типа, если кто не заметил. Неправильно был прожат автопуть. То есть, он решил начать с доджа 5+. Надо было наоборот. Первый додж делать в край. И потом делать еще додж на подбор попроще. А почему-то Финдер Гост выбрал самый сложный путь. И получилось, конечно, тоскливо. Ну и все, да, как бы... Поехали за поле, поехали в лицо. Полное лимпопо туда-сюда. Это 1-0, скорее всего. То есть, дедов может наказать только... Какой-то чудовищный рандом или чудовищная ошибка. Чтобы вы понимали, и то, и другое уже настолько крайне маловероятно. По-по-по-по. Жаль. Но, правда, Вайта сейчас будут фалить. Ты о чем, Ваних? Что ты имеешь в виду под ключевыми условиями работы? Я про кик, а что с ним не так? На кике написано, что надо быть в этой зоне. Ну, если что. Если ты не знал. Вот там прямо написано, прямо. Не размещайте игрока в зоне или на линии схватки. Все. Это был понятный фолл. Отскочил опять Тимон. На ровном месте. Дал шанс выбить игрока, но игра простила. Да, да, я тупень. Да. Это нормально, мы все тут такие. Еще хорошо, что пока что гули... Ой, гули. Крысы отлетают, но не умирают. То есть пока что, кроме одной неприятной травмы, ничего такого и не происходило. Но здесь уже все, как бы. Здесь уже похороны. Пяточку надо приголубить. Фалить гаттер раннера. Это читаемое ПО. Может быть стоило сделать не такой хороший фолл, но поставить мумию вот сюда. Ну ладно. А, ну окей. Окей, кинули ГФИ. Ну, спасибо, что судья пощадил Крысуков. Может быть пощадил не то слово, но... Опа. Спасибо, что... Брайан фон под Шетри енил. Опасный Крысук, конечно. Очень неприятно было. Не уверен, что его стоило подставлять под Клоусу. Ну, здесь уж тогда надо было доджить, чтобы заставить оппонента забить побыстрее. Единственное, что должно довольно сильно радовать Крысуков, что они разменяли гол дедов на мага, по сути. То есть у них еще остался маг, и это позволяет побороться во втором тайме. То есть быстрый гол, потом игра от мага и вента. Мне не очень нравится то, что сейчас делает Нургаль. Ой, Нургаль. Одет. Порядок действий неправильный. Держу в курсе. Надо было сначала перекрыться, потом побегать мумии. Ну, он не наказан, так что все нормально. Кстати, прикольно вот этому гатору, который сейчас лежит сверху, еще бы подскок допилить. Не было смысла кидать этот додж. Да, был какой-то очень сомнительный шанс выбить мячик. Но играть при этом на гол было такое себе. Потому что крысюка-то все равно никто бы не трогал, а если бы он кинул один-один и отлетел, было бы тоскливо. Ну, ладно. Тут, наверное, надо было долеживать уже. Ну, с другой стороны, урон вроде пока не получен. Да, повезло. Не, ну, в целом, крысюки на второй тайм могут выйти в довольно боевом составе. Тимон, у тебя взятки нет. Зачем? У тебя нет мага, нет взятки. Восьмой ход. Ну, ладно. Окей. Просто, на мой взгляд, в этой ситуации, типа, гол это, ну, скажем так, практически ничья. Вот это очень... Если бы он сейчас не забил, то там могли быть проблемы. с другой стороны колокола не вставали предходил мою жопку только не трогай ладно у тебя там хватает как говорится партнеров веселых с ними развлекайся попытка ван черная ну молодец свиндер гост что пытается игроков вот как раз в самый раз на это теперь осталось самое трудное дать пас это вот то что делается без ролла 3 плюс ну это приятно но опять же чё по вставаниям у крысуков ни хрена не встала в какой-то степени это можно назвать анлаком то есть из этой позиции глядя на количество игроков крысики играют на 2 2 то есть это это лучшее на что они могут рассчитывать сейчас подставили вайта крысики должны сознательно пытаться вытащить ничью нет конечно можно поиграть на победу с магом но сложно самый опасный мув проделан если бы он сейчас упал это было бы катастрофой там была бы сразу отдана игра не вижу как деды могут остановить эту атаку но опять же надо помнить о том что финдер госту надо выигрывать ничьи мало финдер гостей это 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 кое-как перекрылись только от прыжка это не сильно спасает мне не нравится этот рерол а конкретно это место не особо помогало не пропустить гол потому что прыжок был бы просто наискосок ну как пелось в одной древней песне теперь надо просто не обосраться красюки не обосрались нас забили относительно простой гол вот только теперь будет тяжело опять же полная подстава с колоколами очень везет стоит добавить что игра немножко насилует фендергоста чудом встретим баба не знаю я не слежу мне не интересно этот недавно дико парофил по поводу кодзима там в общем идет теория о том что все игры которые кодзима выпал сделал они все происходят в одной вселенной привет спайда то есть вот сначала идет мгс-3 мгс-по тра-та-та-та-та-та но имеется таймлайн потом мгс-4 потом metal gear revenge вот этот вот вот и дальше идет объяснение что вот-вот есть начер это типа не особо далекое будущее после мгс-а четвертого или там ревенжа потом типа полиснаутс это там тоже там имеет какие-то корни вся фигня идет объяснение всех остальных игр потом идет к тому что вот там произошел упадок человечества и это показывается в дэз трендинге в итоге все человечество умирает и кодзима делает такой гигантский круг во всех своих играх и в общем то говоря после того как сэм так сказать отдал мир на заклане все человечество вымерло мир захватили эволюционировавшие разумные пингвины и именно так своей последней игрой кодзима вернулся к началу к пингвин adventure мне прям понравилось хорошая теория стройная особенно на моменте с пингвинами звучит странноватого они я вообще начинаю понимать почему деды как у дедов есть проблема вообще к слову крысюки могли бы сейчас и жахнуть магом и попытаться убежать судя по тому какой кал на кубах у дедов я не знаю что можно ловить с такими дайсами крысюки еще зачем-то дают по себе халявные удары неприятно надо ролить это обязательный ролл его правда все равно будет ждать безумец и так лист хрусь ну что держись сейчас крысюка будут катать на волосатом мотороллере в это может быть назад стоило вернуть ну ладно будет три куба в крысюк нет два куба а зачем тогда было подводить силового я не понимаю я бы сейчас подобрал бы и зафалил бы нулевой гулей чисто на всякий пожарный потому что если сейчас выбить это рерол обязательный даже несмотря на то что это последний рерол он действительно обязан был это делать да это будет фол при том это строго обязательный фол без вариантов при том надо минуснуть по-хорошему минус нуля я имел ввиду колокол но получилось даже ой минус кармору обидно чё это не хоронит этого крысюка но но боюсь что он сможет во время матчей болл хантить один раз такой одноразовый болл хант плюс минус фаер потрясающий прям прям фаер другой вопрос успеет ли дед донести мячик за 4 хода до зачетки еще на поле осталось 5 крысюков против фулл сетапа дедов это это плохо зря потраченный рерол я понимаю что это попытка выбить нужного игрока но в этом матче реролы понадобятся еще плохо встал крысюк сейчас его просто зажмут на фланге да 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 притом я бы блицевал бы сейчас убиватором в агилу потому что во первых агила может убежать во вторых у нее такл ее морда прям про из кирпича но вместо этого блиц в гантер раннера а ну окей уже пофиг ну чё-то я сомневаюсь что в 4 крысы особенно после такого фаера чё-то светит игра игра заказничала фендергоста можно только посочувствовать буквально кубы порешали очень и очень многое бывает смотри тут уже конечно особо не на что просто так получилось лоу ребята хотите очередную новость сверхдержавы я думаю вам понравится тиньков запустил рассрочку на любые покупки дороже тысячи рублей даже не у партнеров вот так вот так что все бегом покупать кредитные карты тинькова брать рассрочки и кушать дошираки ну а так вот как недавно была новость что в некоторых гипермаркетах специальные пластиковые чехлы начали класть масло чтобы его не воровали ну если вдруг я все таки не передумаю спайдер я останусь играть на гномах у меня же есть шанс попасть на этих крысь еще и на их стадионе например что вообще будет неприятно правда я пока не знаю что должно произойти чтобы у меня возникло желание записаться на сезон рубла я еще слышал что в этот раз межсезонье будет длиннее из-за новогодних праздников наигрался в бб или наигрался ты понял во что или наигрался на некрах ну швед вообще в вышку вернулся вроде как и 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 Я тебя понимаю, спайдер. У меня тоже что-то депрессия вернулась, если честно. Вот буквально закончил киберпанк и, знаете, накрыло. Накрыло прям депрессухой. Я говорю, называю это как бы интеллектуальным похмельем. У меня такое бывает после книг, некоторых фильмов. Очень редко из-за игр. Вообще, конечно, забавные кубы у крысюков. Под забавными я имею ввиду полное говнище. Ну что, Финдергост едет в Магадан, то бишь в Сало. Финдергост едет в Магадан. В Магадан В Магадан